Адювантная терапия Кривые выживаемости больных напрямую определяются стадией процесса. Если для первых стадий практически все проценты переживают и десятилетний рубеж и живут более длительные сроки жизни, то для больных третьей стадии, конечно же, кривые выживаемости выглядят несколько удручающе. Также напомню, что уже на протяжении последних трех лет активно используется восьмая версия классификации ТНМ, где в пределах третьей стадии уделяется наиболее неблагоприятная третья Д стадия. Это первичная опухоль с изъязвлением категории Т4Б или категория Н3А, Н3Б, то есть наличие пораженных леватических узлов до 4 или наличие пораженных леватических узлов с микросателлитными, сателлитными или транзитными метастазами. И также посмотрите, как различаются кривые выживаемости пациентов в пределах третьей стадии, но в зависимости от подстадии. Если пациенты третьей А, десятилетняя выживаемость практически 90%, то при третьей Д стадии 10 лет переживают только каждый четвертый пациент. Поэтому, безусловно, акцент выбора адювантной терапии начинается с наиболее потенциально агрессивных и неблагоприятных стадий и, как мы увидим, смещаются к более ранним стадиям, в частности, к второй исследованию, которое сейчас проводится. И здесь исследования, которые, часть из них уже завершена, часть еще продолжается. Довольно большой пиличин исследований мы видим, в зависимости от разных стадий. И начнем мы, наверное, с такого одного из основополагающих разделов лекарственной терапии, это с таргетной терапии. В принципе, здесь выделено розовым, такой зарегистрированные варианты таргетной терапии в адювантном режиме пока только один. И здесь как раз-таки еще раз упомянутые исследования, на основании которых произведена регистрация уже тех и других режимов. Таргетная терапия, один из них, режим комби-Айди, исследование комби-Айди, комбинация доброфениба и терметиниба, это зарегистрированное исследование, о нем мы сейчас будем говорить. И интересное исследование БРИМ-8, которое, к сожалению, не показало такой вот физически значимой эффективности. Исследование веморофениба у пациентов, имеющих мутацию в гении БИРАФ, мы, разумеется, говорим о таргетной терапии в отношении пациентов, имеющих мутацию в гении БИРАФ. Здесь исследование в одной из когорт показало эффективность, мы видим снижение риска лицидива практически на 46%, но в когорте второй, где включены были больные третьи С стадии, к сожалению, эффективность веморофениб не показал. Ну, наверное, это и понятно, потому что сейчас уже монотерапии препаратом не проводятся, ни в диссиминированных стадиях, ни в адивантном режиме. Поэтому основная, конечно же, комбинация, которую мы сейчас уже активно можем использовать, это комбинация доброфениба и тераментениба у больных третьей стадии меланомы, высокого риска рецидива после полной резекции всех представителей опухоли и с наличием мутации в гении БИРАФ ВИС-600Е или ВИС-600К. В рандомизированном исследовании принимало участие до 900 пациентов, и мы видим, что они были рандомизированы на две сопоставимые по количеству больных в когорте, и в течение года получали или комбинацию таргетных препаратов, или просто находились под наблюдением, получали плацебо. И, в принципе, сейчас уже наиболее долгосрочные, наверное, исследования, которыми мы имеем наиболее долгосрочные результаты, 5 лет наблюдения, и мы видим, что риск рецидива для больных, получавших таргетную терапию, практически в два раза меньше, чем для больных, находящихся в группе наблюдения. И также мы видим, что наибольший эффект реализуется на протяжении первого года лечения, и в дальнейшем, начиная с третьего, четвертого, пятого года наблюдения, клевая выживаемости выходит на плато. То есть, в принципе, это может говорить об очень долгосрочном воздействии и на безрецидивную, и ожидается на общую выживаемость. Во всех подгруппах больных реализуется этот эффект, вне зависимости от наличия микро- или макрометастазов, изъязвленной или неизъязвленной первичной опухоли, количество метастазов в лимфатических узлах. То есть, в принципе, выигрыш имеют все подгруппы пациента. И изначально в исследование включались пациенты, стадированные по классификации, по седьмой версии классификации. Но если в дальнейшем произведено перераспределение пациентов в соответствии с восьмой классификацией, мы видим также, что все эти тенденции позитивного влияния на безрецидивную выживаемость, они сохраняются. Причем, чем более неблагоприятная подстадия, тем в большей степени реализуется эффект таргетной терапии. Так, в стадии 3D мы видим, что риск рецидива снижается практически на 70%. Выживаемость без отдаленных метастазов – та же самая позитивная тенденция. И также стремление к выходу кривой пациентов, получавших таргетную терапию на плато. И в отношении общей выживаемости, то есть, в принципе, основной нашей цели, которую мы всегда преследуем, при подведении итогов через 3 года от начала лечения уже достоверное позитивное влияние на общую выживаемость было реализовано. Снижение риска смерти практически на 43%. Поэтому ожидается, что эта тенденция будет прослежена и при следующем подведении итогов. Разумеется, пациенты, получавшие таргетную терапию, леже прогрессировали и леже получали любую другую системную терапию. Но если получали, то в основном это были варианты иммунотерапии. Но также, возможно, было и повторное назначение таргетных препаратов. Вопросы безопасности лечения, любого демонтного лечения, конечно же, они высоко актуальны. И, конечно, мы видим, что и осложнения 34-й степени, и серьезные негативные явления, они были выше группы пациентов, получавших таргетную терапию. И, безусловно, чаще возникало необходимость прекращения лечения. Но если мы посмотрим на спектр осложнений, то мы видим, что лидирующую позицию по частоте занимала, в принципе, пирексия, которая характерна для ингибиторов, мег-ингибиторов, и которая, в принципе, сейчас уже считается таким негативным явлением, которое довольно адекватно и хорошо контролируется с помощью медикаментозных средств, с помощью редуцирования дозы и так далее. И, как правило, эти негативные явления проявлялись на протяжении первых трех месяцев лечения. То есть, в целом, можно сказать, что спектр токсичности вот этого таргетного режима, который должен по определению, да, демонтной терапии быть все-таки достаточно безопасным, он свою безопасность подтверждает. Если мы посмотрим, то медиана длительности пирексии, как в группе больных, получавших таргетную терапию, так и в группе плацебо, составляла примерно три дня. То есть, в принципе, пациенты, не получавшие таргетные препараты, тоже имели такие осложнения, и, в принципе, длительность их в любом случае была не самой значительной. Поэтому, если мы подведем итоги именно режима комбинации доброфениба и терметиниба, то мы видим, что использование ее уменьшает риск рецидива у больных в течение 5 лет практически в 2 раза на 49%, уменьшает риск возникновения удаленных метастазов, увеличивает вероятность трехлетней выживаемости на 43%, и, возможно, в дальнейшем эти показатели будут сохраняться или увеличиваться. И, начиная с 4 лет наблюдения, кривые безрактивные выживаемости выходят на плато, что, в принципе, может давать такие надежды на возможность очень длительного контроля над заболеванием и, возможно, даже излечения данных пациентов. И вторая группа препаратов, в принципе, мы знаем, что эта группа весьма-весьма важна, это иммуно-онкологические препараты. Здесь три регистрационных исследования. На первом мы не будем останавливаться, поскольку это высокодозный эпилиумаб, который в свое время, не так давно, но уже это историческое, да, больше, наверное, событие произвел, произвел такое революционное совершенно событие было. И два препарата, неволумаб и пембролизумаб, которые также зарегистрированы в этой позиции на основании двух исследований. Если мы говорим о неволумабе, то он сравнивался с эпилиумабом, поскольку тогда препарат был зарегистрирован, и в группе сравнений использовался именно он. Больные включались не только 3-й, В и С, но и 4-й стадии, то есть, в принципе, больные в медицинской форме меланомы, но после полной резекции всех опухолевых образований в организме. В течение года проводилось лечение и в дальнейшем наблюдение. Ну, в принципе, ожидаемая эффективность гибиторов иммуноточных контролей, она реализуется в адювантном режиме, 4-летние наблюдения. Мы видим, что медиана общей выживаемости для пациентов, получавших неволумаб, достигла 52 месяцев и превысив аналогичный показатель для эпилиумаба практически в 2 раза. То есть, безусловно, снижение риска рецидива по сравнению даже с зарегистрированным эпилиумабом на 30% это убедительные показатели. Причем мы знаем, что, конечно же, терапия ингибитором эпидиодин, она менее токсична по сравнению с эпилиумабом и, безусловно, может использоваться в данной позиции. Эффект реализуется вне зависимости от стадии, третья или четвертая стадия. Мы видим, снижение рецидива отмечается и отчетливо, вне зависимости от статуса мутации в гении БИРАФ и экстраполируется в увеличении выживаемости без отдаленных метастазов. То есть, в принципе, показатели общей выживаемости, они закономерно высоки, и пока еще медиана через 4 года наблюдения еще не достигнута. Поэтому у пациентов, имеющих такие неблагоприятные стадии, как третья и четвертая, использование ингибиторов иммуноточных контроля, в общем, получается, как и эпилиумаба, так и неволумаба, безусловно, позитивно влияет на показатели их образования. Общей выживаемости позволяет предполагать их возможность также их излечения. Исследование второго ингибитора, ПИД-1, пембролизумаба. Здесь исследование психологически более для нас характерное сравнение с наблюдением с плацебо. У пациентов меланомы кожи третьей стадии. Здесь больные четвертой стадии не включались. Тоже большое количество пациентов, более тысячи. В течение года лечения. И поскольку пациенты в контрольной группе не получали никакого лечения, группа плацебо, то был разрешен кроссовер при прогрессировании на терапию пемболизумабом. И также в прошлом году на ЭСМО были представлены итоги. Уже 3,5 года наблюдения. Тенденция снижения риска рецидива на 40% по сравнению с плацебо. Вне зависимости от статуса ПИД-1, вне зависимости от статуса БИРАФ, пемболизумаб реализует также такое ожидаемое для нас, наверное, позитивное влияние на безрецидивную выживаемость. Причем выживаемость без отдаленных метастазов наиболее значимой была отмечена у пациентов, имеющих мутацию в гении БИРАФ. Видимо, практически в 2 раза на 47% снижается риск развития отдаленных метастазов. И исследователи, в частности профессор Гермонт, делают заключение, что у пациентов, имеющих мутацию в гении БИРАФ, то есть категория, которая является целевой для таргетной адюватной терапии, выживаемость без отдаленных метастазов, она аналогична по своим показателям при использовании пемболизумаба. Поэтому такие конкурирующие, скажем так, уже варианты лечения и иммунотерапия, и таргетная терапия для пациентов, имеющих мутацию в гении БИРАФ, она существует. И, в принципе, это и хорошо. Исследование интересное иммунет. Мы знаем, что это исследование второй фазы, небольшое количество пациентов, но здесь пациенты имели четвертую стадию процесса и также подвергались полной резекции. Исследования, обновленные данные представлены также в прошлом году, и мы видим, какие значительные эффекты комбинации иммунных препаратов неволумаба и эпилеумаба по сравнению с плацебо, снижение риска рецидива на более чем на 70%, и двукратное повышение показателя риска рецидива неволумаба при сравнении с плацебо. Поэтому, в принципе, все исследования, которые проводятся с данными препаратами, у больных, имеющих данную стадию, они демонстрируют свой эффект. И если мы обобщаем эти исследования регистрационные, которые мы сейчас имеем, таргетная терапия, исследование комби-АДИ и исследование пембролизумаба и неволумаба, мы видим, что через год после наблюдения однолетняя выживаемость выше в группе больных, получавших таргетную терапию, практически 90%, ну и более чем 70% в группах больных, получавших иммунную терапию. Но тенденция к выходу кривых выживаемости на плато, она прослеживается в обоих вариантах, в обоих типах, скажем так, типовых подходах лечения. Ну и эти варианты, которые мы рассмотрели, они зарегистрированы, в принципе, уже в течение двух-трех лет, зарегистрированы у больных третьей и четвертой для неволумаба стадии в качестве адеватной терапии, неволумаб, пембролизумаб, повторюсь, и комбинация доброфениба и термидениба у пациентов, имеющих мутацию в гене ВИ-600. Эти рекомендации отражены и в рекомендациях Минздрава Российской Федерации, то есть, в принципе, препараты эти должны быть назначены пациентам, имеющим данные показания. Много исследований ожидается, их результаты продолжающих исследований ожидаются в ближайшее время. Это и исследования, в том числе, у больных, имеющих вторую, вторую Б и вторую С стадию. Для этих пациентов исследуется и пембролизумаб, и неволумаб по сравнению с плацебо. Поэтому, конечно же, эти исследования, их результаты, они очень интересны и тоже имеют довольно-таки большую перспективу. Здесь дизайн этих исследований, не будем за недостатком времени на них останавливаться. Поэтому, в принципе, если подводить итоги таких основных базовых подходов, то мы видим, что риск рецидива через три года, по крайней мере, наблюдения, снижается при использовании и иммунных препаратов, и таргетной терапии, но чуть выше он все-таки при комбинации доброфениба и терминсиниба у больных, имеющих мутацию. Но сроки такой долгосрочной выживаемости пациентов через три года, через четыре года, они примерно сопоставимы. Около 77-80% живут пациенты практически во всех исследованиях. Но для пембролизума пока еще нет данных. Поэтому, если мы говорим о том, что у пациента имеется третья стадия, ну и плюс еще мутация в генебираф, то мы имеем довольно большое разнообразие подходов. Для третьей А стадии это и таргетная терапия, и пембролизума, для третьей В, С и третьей Д это таргетная терапия, и пембролизума, и неволума. Ну а в целом, это вот еще раз говорю, нужно помнить, что пациенты, имеющие высокий риск рецидива, они должны получать такую высокоэффективную терапию, которая зарегистрирована практически во всех странах и в Российской Федерации. Поэтому вариантов для лечения и для длительного контроля на заболевания у этих пациентов сейчас много. Благодарю за внимание.